Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. 18. Сказал безумец в сердце своем «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. 18. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. 19. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. 20. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? 21. Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. 21. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его? 22. Кто даст Сиона спасение Израилю? 22. Когда Господь возвратит пленение народа Своего, тогда возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль. Евангелие от Матфея 23. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, 24. Вот вышел сеятель селить, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. 25. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его, иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. 26. Кто имеет уши слышать, да слышит. 27. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? 28. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 28. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. 29. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. 30. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, 31. Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. 31. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, 32. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, 33. И слышать, что вы слышите и не слышали. 34. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. 35. Ко всякому, слушающему слово о царстве и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. 35. Вот кого означает посеянное при дороге. 36. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, 36. Но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. 37. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. 38. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, 39. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. 39. Другую притчу предложил он им, говоря, 40. Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. 40. Тогда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. 41. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 42. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» 42. Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». 43. А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» 43. Но он сказал, «Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. 44. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. 45. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». 45. Иную притчу предложил он им, говоря, 45. Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 46. Которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, 47. Так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. 47. Иную притчу сказал он им. 48. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. 49. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. 50. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, 51. Отверзу в притчах уста Мои, из реку сокровенная от создания мира. 51. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, 52. Изъясни нам притчу о плевелах на поле. 53. Он же сказал им в ответ. 53. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. 54. Поле есть мир. 55. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. 55. Враг, посеявший их, есть дьявол. 55. Жатва — есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. 55. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. 56. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, 57. И ввергнут их в печь огненную. 57. Там будет плач и скрежет зубов. 58. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. 59. Кто имеет уши слышать, да слышит. 59. Еще. 60. Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, 60. Которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. 61. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 62. Который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. 62. Еще, подобно царство небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, 63. Который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. 63. Так будет при кончине века. 64. Изыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. 65. Там будет плач, и скрежет зубов. 66. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? 67. Они говорят ему, так, Господи. 67. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. 68. И когда окончил Иисус притча сии, пошел оттуда. 69. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? 69. Не плотников ли он сын? Не его ли мать, называется Мария? 70. И братья его, и Яков, и Иосий, и Симон, и Иуда? 71. И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. 71. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». 72. Четвертая книга царств. Глава одиннадцатая. 73. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. 73. Но Иосавев, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умершвляемых сыновей царских, его и кормилицу его в постельную комнату. 74. И скрыли его от Гафолии, и он не умершлен. 75. И был он с нею скрываем в доме Господнем шесть лет, между тем, как Гафолия царствовала над землею. 75. В седьмой год послал Иодай, и взял сотников из телохранителей и скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. 76. И дал им приказание, сказав, «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме. 77. Третья часть у ворот сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. 78. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. 79. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. 80. И кто вошел бы в ряды, тот да будет умершлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». 81. И сделали сотники все, что приказал Иодай священник. 81. И взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. 81. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. 82. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. 82. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали. 83. И доживет царь. 84. И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень, и видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подли царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами. 84. И разодрала Гафолия одежды свои, и закричала, «Заговор! Заговор!» 85. И дал приказание Иодай священник сотникам, начальствующим над войском, и сказал им, «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. 85. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там. 86. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господнем и между царем и народом. 87. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили, 87. И Матфана, жреца Ваалова, убили преджертвенниками, и учредил священник наблюдение над домом Господнем. 88. И взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. 89. И он воссел на престоле царей. 89. И веселился весь народ земли, и город успокоился. 90. Агафолию умертвили мечом в царском доме. 90. Семи лет был Иоаз, когда воцарился. 90. В седьмой год Иуя воцарился Иоаз, и сорок лет царствовал в Иерусалиме. 91. Имя матери его Цивья из Версавии. 91. И делал Иоаз угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. 92. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курения на высотах. 93. И сказал Иоаз священникам. 94. Все серебро посвящаемое, которое приносят в дом Господень, серебро от проходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, 95. Все серебро, сколько кому приходит на сердце, принести в дом Господень. 94. Пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение. 95. Но как до 23 года царя Иоаза священники не исправляли повреждений в храме, 95. То царь Иоаз позвал священника Иодая и священников и сказал им, 95. Почему вы не исправляете повреждений в храме? 96. Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его. 97. И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. 97. И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень. 98. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. 99. И когда видели, что много серебра в ящике, приходил писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем. 99. И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. 99. А сии издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем. 99. И на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку дерев и тесанных камней, для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. 99. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. 99. А производителям работ отдавали его и починивали им дом Господень. 99. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. 99. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень, священникам оно принадлежало. 99. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войною на Геф, и взял его, и вознамерился Азаил идти на Иерусалим. 99. Но Иоаз, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат и Иорам и Ахозия, отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому. 99. И он отступил от Иерусалима. 99. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. 99. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Мело на дороге к Силле. 99. Его убили слуги его, и Азакар, сын Шимиаты, и Иегазавад, сын Шамеры. 99. И он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. 99. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. 99. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 99. Иерусалима для благон Ken 177-14 solchen 있을啟инства к thunderстится. 99. Иерусалима чтобы не было вместо него давиться к престолу благодать для благки и усталим ветром слева, и основанный о мира зариismах.